Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников Филипп Галле, голландский издатель, наиболее известный публикацией гравюр старых мастеров, которые он также создавал как дизайнер и гравер. Особенно известен своими репродукциями картин. Галле родился в Харлиме в Нидерландах, где был учеником гуманиста и гравера Дирка Фолькерс. Женился на Катарине Ван Ролланд 9 июня 1569 года. У них было 5 детей, которые позже стали художниками Теодор, Корнелис и Филипп II. В Харлиме он выигрывал несколько работ горынского художника Маркуна Ван Хемскерка. Даже работая с 1557 года на антверпенского издателя Иеронима Кока, он зарекомендовал себя как независимый типограф Харлиме в 1563 году. Некоторые из многочисленных его гравюр, сделанные в Антверпене, были написаны после Антони Ван Блокланда, Ганса Бола, Маркуса Герарца, Йорлода Геринга и т.д. У Гали было много учеников, ставших популярными гравюрами. Сын Галя, Корнелис, последовал за ним в качестве гравюра. Ранние произведения Корнелиса поразительно похожи на творчество у отца. Я пользуюсь переводной википедией, перевод не очень хороший, но то, что есть. Пресса и издательство Филиппа Галя пользуются успехом. Его сыновья и зитья вели бизнес в Антверпене на протяжении 17 века. Как житель Антверпена, он стал свидетелем многочисленных событий 80-летней войны, в частности осады и разграбления города испанцами в 1576 году, получивших название «Испанское яд». Галя написал работу, краткую хронику этих событий, которая была опубликована примерно в конце 1578 года. Этот буклет, включавший несколько карт, был посвящен эрцгерцогу австрийскому Матиасу, родственнику законного короля Испании Филиппа II, но не признанного им. Довольно личная книга, которая была переведена на несколько языков. Вскоре после ее первой публикации она показала, как миролюбивого человека Галя, который намерялся держаться подальше от политических, военных в последней своей эпохи. Ученики Галли Хендрих Гольфсиус, знаменитый художник. Одной из самых важных частных коллекций с собранием гравюр фламандских художников из семьи Галли является собрание Эспинолы, в котором в 16 веке сохранились обширные серии гравюр, многие из которых считаются возможным каталогом Галли, поскольку они сохранились в том виде, в каком они сошли с печатных станков, образуя буклеты, то есть они не были обрезаны, чтобы стать отдельными самостоятельными листами с тремя гравировальными изображениями на каждой стороне. Умер в Антверпене в марте 1612 года. Вот так вкратце о Филипе Галли, голландском издателе, известном благодаря публикации гравюр старых мастеров, данные из переводной Википедии и интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.